За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 130 происшествий. Из них 16 преступлений, 12 из которых раскрыто. Прилечено к ответственности 56 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. С причинением вреда здоровью не допущено. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 10 по 12 февраля текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушение общественного порядка не допущено. В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, с 10 по 12 февраля проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверено 450 транспортных средств, выявлено 18 административных правонарушений. Один водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Три водителя за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К сведению за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение правонарушитель будет привлечен к уголовной ответственности. Согласно статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет. 11 февраля 2017 года на лыжероллерной трассе детско-юношеской спортивной школы «Старт» города Наринмара состоялась 35-я открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». Сотрудниками полиции осуществлена охрана правопорядка в период проведения спортивного праздника. Нарушений не допущено. Кроме того, в спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов и родители, школьники, студенты, спортсмены и ветераны спорта, а также активно принимающие участие в спортивной жизни округа. Динамовцы Ненецкой региональной организации «Общество Динамо» из числа сотрудников Управления МВД России по Ненецкому автономному округу. По результатам массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» в Ненецком автономном округе, среди мужчин на дистанции 10 км первое место занял Алексей Чупров, начальник объединенного склада вооружения и материально-технического имущества УМВД России по Ненецкому автономному округу. Среди женщин на дистанции 10 км первое место заняла член Ненецкой региональной общественной организации «Динамо» спортсменка Елена Бойко. Победители награждены кубками, дипломами и медалями, а все участники массовой гонки награждены сладкими призами. Руководство и личный состав Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, а также члены Ненецкой региональной организации «Общество Динамо» поздравляют своих «Динамовцев» с победой, а также всех участников всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу устанавливают местонахождение Корзовой Эльзы Николаевны. Гражданка Корзова, уроженка поселка Красное, 25 октября 1981 года рождения, проживала в поселке Красное по улице Новая, дом 9. В период времени с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года ушла из дома, и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно. Приметы. Рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, лицо круглое, глаза большие, на вид около 35 лет, была одета в пальто волоньевое, серого цвета с капюшоном, на котором расположен мех, свитер, на вороте которого имелась новогодняя мишура, джинсы синего цвета, сапоги черные по щиколотку. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить по телефону 02-421-26 или 8-999-090-399-1. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений на территории Ненецкого автономного округа, сотрудниками полиции установлено, что в январе текущего года во время совместного распития алкогольных напитков житель 72-го года рождения, воспользовавшись отсутствием владельца, совершил кражу мобильного телефона. 15 января 2017 года в районе площади поселка Искателей Ненецкого автономного округа злоумышленник осуществил продажу данного мобильного телефона неизвестной ему женщине, личность которой в настоящее время устанавливается. Проводится проверка. Сотрудники полиции обращаются к женщине, которая приобрела мобильный телефон с рук. Обратиться в полицию лично, либо позвонить по телефону 4-21-26, телефон доверия 8-818-53-421-52. 9 февраля текущего года дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу обратился житель округа с 73-го года рождения с заявлениями о хищении денежных средств с его банковской карты. По словам потерпевшего, сотрудниками полиции установлено, что в период с 10 часов 31 минуты до 12 часов 26 минут 8 февраля 2017 года ему на мобильный телефон неоднократно поступили уведомления с номера 900 с текстом о проведении операции по оплате абонентского номера мобильного телефона посредством услуги автоплатеж. Мужчина никаких операций по оплате абонентского номера не осуществлял. Данные операции проводились автоматически, неустановленным способом. В результате с банковской карты мужчины списаны денежные средства в сумме 4 470 рублей. Проводится проверка. В целях профилактики полицейские рекомендуют установить лицензионную антивирусную программу на свои мобильные устройства и регулярно обновлять. В целях безопасности и сохранения своих денежных средств. 6 февраля 2017 года дежурную часть полиции обратила жительница Наринмара 1984 года рождения с заявлением о снятии с ее банковской карты денежных средств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что во время распития спиртных напитков заявительница попросила мужчину 1981 года рождения сходить в магазин и приобрести еще алкоголь. При этом отдала мужчине свою банковскую карту. Мужчина, воспользовавшись доступом к банковской карте заявительницы, снял денежные средства и купил алкоголь и продукты питания, которыми распорядился по своему усмотрению на общую сумму 3 205 рублей. Дознавателем отдела по организации дознания управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 9 февраля 2017 года в дежурную часть полиции с заявлением обратилась гражданка 83 года рождения о хищении денежных средств из женской сумки в одной из комнат жилого дома города Наринмара. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что кражу денежных средств в сумме 2008 рублей из сумки заявительницы совершила гражданка 74 года рождения во время совместного распития спиртных напитков с заявительницей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 10 февраля 2017 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, коллектив воспитателей, педагогов, работников Наринмарского детского дома отметили 85-летний юбилей со дня основания ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детский дом. Начальник управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу, полковник полиции Олег Яковлев и председатель попечительского совета детского дома Надежда Зубеня поздравили коллектив работников с юбилеем, пожелали здоровья, счастья, радости, исполнения заветных желаний и вручили ценный подарок. Пользователи единого портала госуслуг с 1 января 2017 года могут оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемые за получение государственных услуг. Выгодное нововведение коснется самых востребованных услуг, предоставляемых отделом ГИБДД и отделом по вопросам миграции. Получение водительского удостоверения и постановка на учет транспортного средства, постановление российского паспорта и оформление загранпаспорта. Совершать электронные платежи можно через сайт госуслуг, либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Для получения скидки необходимо 1. Подать заявление через портал госуслуг. 2. Выбрать безналичный способ оплаты госпошлины. Если все условия соблюдены, то вы получаете скидку на госпошлину и платите. Например, не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта. За выдачу национального водительского удостоверения не 2000, а 1400 рублей. А за оформление загранпаспорта не 3500, а 2450 рублей. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова